Водная проблема. Встала в Крыму настолько остро, что в ход пущен, пожалуй, последний довод. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал разработку проекта по строительству опреснительной установки. Она будет находиться в поселке Николаевка. По поручению президента в течение двух недель будет полностью предложено федеральным правительством Минпромторгом решение, связанное с опреснением и со строительством опреснительной установки. Вот об этом сообщил Сергей Аксенов. В эфире Авдеев. Насколько актуальна для Крыма реализация этого проекта? Сегодня говорим с гостями студии. Это заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского Илья Николенко. И старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики той же Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского Анатолий Копачевский. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы говорим о том, что в Крыму действительно сейчас рассматривается вопрос о строительстве опреснительной установки. Заявлено, что это уникальный опыт для России. Но есть мировой опыт. Что мы об этом знаем? Ну, если говорить о мире, почему возникла идея опреснения? То есть водный дефицит – это проблема, с которой сталкивается весь мир. И для того, чтобы решать, ищут различные методы. По количеству пресной воды мы имеем 2,5% всего из всех объемов. Большая часть воды у нас соленая, неограниченный ресурс. Поэтому возникла идея опреснять воды океанов, морей. И страны, которые имеют большие водные дефициты, прежде всего страны Персидского залива, некоторые страны Средиземногория, потом Латинская Америка, то есть они занимались этой проблемой. В принципе, Советский Союз был пионером в этих вопросах. В 60-е годы большие группы ученых разрабатывали новые технологии по опреснению. То есть это школы целые. Но эти технологии разрабатывались для среднеазиатских республик, для того, чтобы решить проблему такую же водного дефицита. С распадом Союза в Российской Федерации проблема не стояла так остро, потому что Россия входит в тройку наиболее водообеспеченных стран. Но и вопрос был закрыт. Хотя в 80-е годы была целевая комплексная программа по развитию мембранных технологий. Были построены специальные заводы, которые выпускали мембраны, которые были наиболее совершены на тот период времени. Ну и поэтому говорить о том, что мы готовы реализовывать собственный опыт, это вопрос надо, так сказать, анализировать. Но мировой опыт говорит о том, чтобы выйти на большие объемы опресненной воды, то есть как Израиль, например. Ну в Израиле где-то порядка 30% воды опресняется. Ну на сегодняшний день это где-то 600 миллионов кубов в год. Они планируют через 3 года выйти на 750, а к 50-му году выйти на 1,5 миллиарда. То есть полностью обеспечить себя пресной водой опресненной. Но путь, который прошел тот же Израиль, это более 50 лет. То есть там работали научные институты, работали технологические предприятия, которые... Ну и самое главное, что тот опыт, который был, они передавали в различные страны. То есть они строили, например, опреснительные заводы в Египте, строили опреснительные заводы в Иране, хотя у них отношения не очень хорошие. Ну еще один опыт, это Саудовская Аравия. Где свыше 80, да? Свыше 80, да. Первые опреснительные установки были поставлены в 1928 году в Джиде. На рейде Джиды на мель сел броненосец английский. Ну и местное, так сказать, население поняло, что там есть опреснительная установка. То есть они вытащили и начали получать пресную воду. Ну это были тепловые процессы и так далее. Ну а сейчас 82% опресненной воды получает Саудовская Аравия. А в общем балансе Саудиты и Эмираты получают 50% опресненной воды. То есть это порядка 50 миллионов кубов в сутки. Вот такие объемы. Ну и единственный, следующий момент. То есть эти страны тратят от 10 до 15% добываемой нефти. Там прямая перегонка. Это же энергозатратное производство. Это как раз те страны, которые являются, ну по сути, монополистами на нефтяном рынке. Да. И вот сейчас проекты, ну и прежде всего это у них тепловые процессы. То есть возникает огромное количество газов, которые выбрасываются. И уже проблема экологии возникает не только от сброса концентратов, но и от излучения, теплового излучения. Поэтому у них существуют проекты на переход на атомную энергетику. То есть считают, ну подобно как Фукуда, но плохой опыт, но как японцы, которые тоже вдоль берега поставили опреснительные, то есть атомные станции. И бросовое тепло используется для того, чтобы опреснять воду. Ну хочется еще прокомментировать, что во всех этих странах с водным дефицитом опреснение было последним этапом. Последним этапом. Да, то есть если взять Израиль, то сначала была инвентаризация, ну или составление общего водного баланса. То есть сколько мы получаем воды и сколько мы тратим. Потом к этому водному балансу, сколько мы можем получить с поверхностных подземных источников. Посчитали. Следующий этап, ну как бы воды не хватает. У нас есть источные воды, обычные источные воды. Начинаем их очищать. Очищаем источные воды, опять не хватает. Ну то есть Израиль там выходит, кстати, на где-то 2 миллиарда кубов в год. Это практически та же самая вода, которую мы получали вместе с Северокрымским каналом в сумме. Но в Израиле этой воды хватает на 8 миллионов населения. Вообще говоря, на развитую промышленность, сельское хозяйство. Ну и последнее. И параллельно с этим они занимались разработкой технологии по опреснению. То есть это были и тепловые технологии, и технологии по вымораживанию. Ну и в конце концов вышли на технологию по мембранной или обратного осмоса, когда промышленность смогла производить такие мембраны, которые позволяют воду делить на пресную воду и выделять достаточно эффективно соли. Вице-премьер правительства России Марат Хиснулин, он же человек, который курирует наш полуостров, вот буквально в воскресенье опубликовал в соцсетях такой краткий отчет о своей работе, где, кроме прочего, говорилось о том, что было проведено совещание именно по обеспечению Крыма. И там он был немногословен, но конкретно звучал о том, что больше уделять внимание добыче подземных. Насколько актуальна вот эта тема? И как, по вашему мнению, по мнению ученого, сейчас нужно ли заниматься опреснением? Или еще не все методы использованы? Ну, однозначно, надо двигаться многовекторно. Но, как правильно сказал Олег Викторович, есть свой порядок, который прошли все мировые страны, и, в общем-то, не минет это и Россию. Немножко об актуальности. Прогнозируют ученые всего мира о том, что за войну будут войны за пресную воду, потому что водный дефицит в мире будет нарастать. И некоторые страны с этим столкнулись гораздо раньше, и это их национальная политика, связанная с водной стратегией. А Россия, поскольку более водообеспечена, поэтому она этим вопросом в меньшей степени занимается. Что касается подземных вод, поверхностных вод и, в частности, опресненных вод. Значит, как мы видим в этом году, водохранилища естественного стока, которые питают Симферополь, они очень сильно приближаются к уровню мертвого объема. И эта ситуация не случайна. Она проходит каждые 7 лет. 1994 год, 2000-2001 год, 2007-2013, 2014-2014. Это цикл такой, природный цикл. Да, каждый 7-й год, но не обязательно 7-й, он может быть 6-м, может быть 8-м, он может повториться в середине цикла. Но если такие очень сильные отсутствия притоков водохранилища, они имеют цикличность около 7 лет. То есть плюс-минус год, на это влияют различные климатические условия. Но, тем не менее, эта зависимость, она наблюдается. И это отмечается многими учеными. Поэтому к ней можно и нужно готовиться. В то же время есть многоводные годы, когда, например, 2016-й, когда у нас притоки в 4 раза превышают, вот, например, относительно сухого года. И, соответственно, можно выделить некую среднюю цифру, многолетнюю, которая говорит о том, что вода присутствует. То есть нужно регулировать воду, которая нам падает с небес, как во времени, в годах. То есть многолетнее регулирование, так и пространственное. То есть, например, у нас есть в Крыму засушливые регионы. Это север Крыма, это Черноморский район, это Керченский, Судакский, Феодосийский регион. В ЮБК же в большей или меньшей степени более благоприятной находятся ситуации по осадкам, потому что источники, родники с горной местности имеют более стабильное питание. И поэтому там не столь остро стоит водный дефицит. Если посмотреть карту распространения засухи, то как раз севернее Симферополя – это засушливые регионы. То есть по карте климатической, если смотрим. То, что находится южнее Симферополя, это уже умеренный и более сбалансированный регион. Антон Михайлович, я понял вашу мысль. Надо рачительнее относиться к водным запасам, когда они есть. Но что делать сегодня? Вот сегодня нет воды. Сегодня засушливый регион весь Крым. Ну так получилось. Вот прошли эти 7 лет. Что делать сегодня? Как нам прожить следующие 7 лет? Как нам выжить сегодня, в этом и в следующем году? Ну давайте вот разделять. Значит, так или иначе, исходя из циклов, вода чуть раньше, чуть позже она пойдет. То есть по одним прогнозам начнутся притоки уже в ноябре-декабре. Если же все-таки этих притоков не случится, тогда придется целый год жить, возможно, в таком же засушливом режиме. Но статистика не показывает о том, что будет такой сухой год. Конечно, мы видим уже аномалии настолько, что у нас и льды тают, и поэтому, возможно, будет гораздо суше, и уже опираться полностью на эту статистику нельзя. Но поэтому необходимо, естественно, готовиться. Поэтому если мы говорим про режим ЧАЭС, и если в течение, там, в ноябре дожди не пойдут, то, по нашему мнению, непосредственно у нас есть источники. То есть, например, что сделали в Израиле? Они зарегулировали все водные объекты, водотоки и водохранилища с тем, чтобы можно было перебрасывать воду из одного водного объекта в другой, в третьей, в зависимости от того, где происходит водный дефицит. У нас на сегодняшний день есть река Салгир, в которую разгружается 20-30 тысяч метров кубических родников, которые находятся на территории Симферопольского района. И они туда разгружаются, плюс туда же разгружаются в селе Укромном очищенные источные воды. В конечном итоге в сторону Сиваша у нас движется порядка 100-120 тысяч метров кубических в сутки. Сейчас мы подаем меньше, может быть, там будет двигаться 80 тысяч в сутки. Но какой у нас дефицит по Симферополю? То есть, нам анонсируют по штабу, что у нас на сегодняшний день подъем из водохранилищ Симферопольского, партизанского, Янского и скважины суммарно могут подавать 70-80 тысяч в Симферополь, и Симферополь выживает. Соответственно, если мы из этих 80 тысяч возьмем из Салгира даже половину, то есть 40-50 тысяч, мы уже имеем 120, и это уже более гибкий график. Когда же эта вода опять так или иначе разгрузится и вернется, то мы сможем нарастить даже до 160 и решить вопрос вообще подачи воды в нормальном режиме, не порожняя водопроводные сети. То есть, ваше отношение к тому, что вот сейчас рассматривается вопрос создания вот этой опреснительной установки, производства по опреснению. Вы считаете, это преждевременно? Я считаю, что опреснительная нам, конечно, понадобится, но, во-первых, не анонсирована на какую производительность. Если ее ставить в Николаевке и не использовать воду реки Салгир, то вам придется покрыть весь водный дефицит, и он составляет на сегодняшний день 80 тысяч. Если же поставить опреснительную на межгорном гидроузле, то, во-первых, нужно будет опреснять не морскую воду с концентрацией солей 14 промиль, а опреснять уже часть воды реки Салгир, которая имеет солисодержание, или будет иметь около 1 грамма на литр, и примерно 50% этой воды нужно будет опреснять. Соответственно, энергозатраты будут, можно считать, раз в 10 ниже. Соответственно, там же рядышком с межгорным гидроузлом есть крымская Сакская ТЭЦ, которая имеет избытки энергии или тепловой, или электрической, которую можно использовать, опять же, для того же опреснения. То есть у нас есть избытки и есть ресурсы. Опять же, есть вся инфраструктура для подготовки воды. Если опреснительную располагать в Николаевке, значит, нужно эту воду забрать из моря. Как мы знаем в Николаевке, с утра вода прозрачная, после обеда она там всегда глинистая, которую очистить чрезвычайно трудно. То есть нужно коагулянты, отстойники, большущие фильтры, опять же, промывка этих фильтров, служба эксплуатации. И какой период времени будет работать эта станция? Она будет работать всего лишь, вот этот засушливый период, может быть месяц, может быть там сухой год один, а потом 7 лет она что, будет стоять? А персонал куда будет деваться? А если техника 7 лет стоит, то считайте, через 7 лет к сухому году ее опять запускать, она опять же, уже почти вся, может прийти в негодность, будет очень... Вопрос о целесообразности, да, я вас понимаю, я согласен с вами, но в данном случае речь идет о, грубо говоря, о выживании целого региона. И думать о том, что будет с этой установкой там последующие 7 лет, ну, наверное, установка опреснительная и заворот реки Салгир на Межгорку может быть выполнен гораздо быстрее, потому что есть вся инфраструктура. За месяц просто поставить ее можно? То есть дело в том, что для переброски реки Салгир нужно всего лишь прокопать канал, если мы ставим канал о копателе и работать в круглосуточном режиме, там, например, 10 машинами, то есть уже там в короткое, в кратчайшее время эта вода может быть подана в Межгорный гидроузел. После этого там есть отстойники, там есть коагулянт, реагентное хозяйство, есть фильтры до очистки, есть система дезинфекции и обеззараживания, которая может всю микробиологию привести в порядок. И там же есть резервуары чистой воды и насосная, которая может подавать воды на те же мембраны, если это будет осматический, или опять же энергия, и вы там же ставите этот опреснитель, и водный ресурс туда придет самотеком. То есть даже не надо делать дополнительную насосную, она существует на русле Северокрымского канала. Но сегодня вопрос стоит таким образом, что именно как раз водного ресурса и не хватает. В частности, не хватает той же самой речной воды. Действительно, я понимаю, очень велик соблазн. Ведь у нас много воды, да, морской воды, Черное море. Это практически неиссякаемые запасы, самовосполняющиеся. И если опреснять эту воду, вопрос в другом. Цена. Какова цена? Я продолжу. Значит, это мы говорили про реку Салгир. Общий баланс поверхностных вод, речки, которая скидывается на южный берег, в сторону Севастополя, это порядка 400 миллионов кубов в год. И есть уникальные воды, это бросовые паводки в воды. То есть вот обещают в ближайшее время ливни. То есть во время ливня суммарная вода, которая может течь, это может доходить до 70 миллионов кубов в сутки, вообще, вот когда идет поток большой. Ну, это по всем речкам. То есть это, что лучше, сбрасывать эту воду в море, либо... Накопить ее в межгорном водохранилище. Да, ну, в межгорном и по южному берегу это тоже можно сделать. В южный берег можно посчитать все реки, и огромное количество воды уходит. То есть, например, в той же Ялте есть водопроводно-числительные сооружения, они берут воду с Отчистливинского водохранилища. Там есть Загорское водохранилище, которое качает воду с гор как бы в Ялту. В принципе, если собирать воду с этих речек южного берега, давать напрямую на эти отчислительные сооружения Ялты, а воду, которая есть и с Ливенском, и с Загорском, можно пускать сюда. То есть все сводится к тому, что необходимо сделать детальный или комплексный баланс водоснабжения всего Крыма, потому что балансы, в принципе, есть. Но балансы интересные, они учитывают только Крым, Севастополь идет отдельно, как бы потому что это другой федеральный округ. То есть если это сделать вместе и посчитать, какие потребления воды будет, и сколько у нас есть, то есть немножко тогда более подойти рационально к опреснению. Ну а по опреснению могу сказать, что когда крупные заводы опреснительные, то есть стоимость уже снизилась до 50 центов за куб. Это какие страны? Это есть график, который показывает, что тенденция такая за последние 15 лет. Стоимость поверхностной воды, подземной воды, очистки сточных вод и опресненное, оно сходится к 50 центов. Почему? Потому что если мы говорим о поверхностных водах, они загрязняются, дико загрязняются промстоками и сельхозстоками. То есть ее надо очищать. Если мы говорим про подземную воду, ее надо поднимать. То есть вода уходит ниже, ниже, и с более глубоких горизонтов надо поднимать. Но вот эти 50 центов, это цена крупных опреснительных заводов. Одно мгновение. 50 центов, это в рублях приблизительно столько, сколько мы сейчас и платим за куб воды, без всякого опреснения. Но тут надо понимать, что сейчас мы платим 35 рублей за забор воды, это насосная станция, это коммуникации распределительные по городу, это, соответственно, насосные станции, которые поддерживают давление для постоянного давления, и это очистка, суммарная затрата. А когда мы говорим про опреснительный завод, это только операция опреснения, но ей еще, соответственно, должны быть... Надо подать воду и так далее. Да, и еще надо сделать предочистку. То есть если мы вспомним сюжет, который прошел по телевидению о Мальте, то есть в воскресенье это было, то там они сказали о том, что семья из двух человек, там 200 литров в сутки потребляют, и в месяц на водоснабжение тратят там 30 евро. Соответственно, получается у них стоимость ихней на Мальте опресненной воды, с учетом подачи порядка 3-5 евро за кубометр, если пересчитать. Поэтому тут масштаб завода очень имеет большое значение. Степень дополнительной очистки перед тем, как на мембраны подать или выпаривать. То есть тут тоже надо понимать, что забрать воду с того или другого водного объекта, моря, где есть шторм, где нужно очистить вот этот глубоководный водозабор, который галькой будет забиваться. То есть вот это же дополнительные элементы, есть можно выполнить отдельную технологическую операцию, опреснение, узкое, а можно выполнить весь сложный комплекс. Если опять же мы говорим про Николаевку, нужно построить водоводы для Симферополя, а это ну, ни много ни мало, достаточно большая протяженность. То есть и они должны быть большого сечения, и оно должно идти по очуждаемым каким-то землям. То есть это тоже не так быстро выполняется технологически. Нужно сделать водозаборы, подготовить воду. Да, но ведь с другой стороны, вот вы сами только что говорили о том, что вода – это валюта будущего. Да? Так может быть действительно стоит овчинка выделки вот сейчас вложиться в это производство и забыть снять эту проблему там на десятилетия вперед. Кладываться надо там, где это необходимо. То есть мы же не будем производить танки, когда у нас покупают вертолеты. То есть и в том месте, да, то есть мы же не будем производить где-то, там на Северном полюсе, например, печь пирожки, чтобы продавать их, например, здесь в Крыму. То есть надо, о чем говорит Илья Викторович, да, то есть нужно провести территориальное районирование. Где у нас конкретный дефицит? Для какого технопарка? Для какого сельского хозяйства? Какая вода нужна с каким качеством? Для каких почв? И исходя из этого, те водные ресурсы, которые есть поблизости, может быть даже это будет опреснение где-то морской воды, где-то высокоминерализованных подземных вод, где-то это очистка сточных вод. Именно на ту степень, которая необходима, необходимо производить очистку. А не все под одну гребенку. Другой вопрос, что сейчас мы загнаны в режим ЧАЭС, да, то есть в цейкноте, когда воды нет, прогноз... Решать нужно что-то прямо сейчас. Да, то есть решать, ну тут надо понимать, вот есть задача прямо сейчас, вот пошли через месяц дожди, да, выжили мы, а что дальше, да? И вот тут возникает стратегия, потому что одно дело, сейчас мы справимся одним способом, и вот метод, который должен быть сейчас выбран, он должен быть уже сразу проложен в том будущем вектором будущей водной стратегии. О чем, опять же, упомянул Илья Викторович, о том, что Израиль сформировал комитет по решению национальной водной стратегии, да, и когда у них наука вся, и все, и технологические предприятия разрабатывались, единая концепция. Независимо от того, какое было правительство, они этот вопрос шаг за шагом, 30 лет, а теперь уже 50, они потихонечку готовили свои технологии, разбирались в международном опыте, строили, находили ошибки, находили проблемы, и шаг за шагом... Ну и самое главное, что вот те объемы, которые они делают, они уже рассчитывают, если это будет полтора миллиарда, то где-то третью часть они готовы продавать. То есть это уже бизнес, то есть они себя обеспечили, а дальше они будут продавать все страны, ну там в Юрдане, это 100%. Ну там есть кому продавать воду, да, в этом регионе есть кому продавать воду. Ну и еще одно, опять же, вот то, что я сказал, 50 центов за куб, очень влияет на стоимость, это уровень минерализации воды. То есть если взять те же самые Саудиты, Красное море, там минерализация 35 граммов на литр, так? Значит, если взять Средиземное море, это 28, у нас вода в два раза менее... Чище? Не, не чище, меньше соли содержит, поэтому энергозатраты будут в два-три раза меньше, чем там. И потом опять же в эту цену, ну, то есть там статьи есть наши, в структуру входит, что стоимость электроэнергии, стоимость заработной платы, стоимость мембраны, обслуживания и так далее. То есть если взять по нашим уровням, то есть энергии надо будет в два-три раза меньше. Стоимость самой электроэнергии у нас тоже ниже. Море вообще бесплатное? Да, ну море бесплатное. Ну, это тоже вопрос, потому что бывает, кто даст, если Николаевка, там есть какой-то поселковый совет. То есть я так понимаю, что как будет решаться вопрос, с учетом экологии и так далее, это все-таки зона такая курортная. Да, вопросы экологии в данном случае это совершенно отдельная тема. Ну, отдельный вопрос заключается нормативной базы для пресненной воды, которая должна подаваться для питья в том числе. Потому что если мы 50 лет пресную воду, когда она была произведена в городе Шевченко в советское время, после этого не занимались уже этими технологиями, соответственно, нормативная база с точки зрения Роспотребнадзора и строительные нормативы, они этим вопросом не занимались. Нету государственных программ, там где были бы тематики разрабатывать технологии по оплеснению, я имею в виду для научных коллективов. И это к чему приводит? Что если даже попробуют что-то запроектировать, мы столкнемся с тем, а с чем сравнивать, с какими нормативами контролировать это качество? Было бы что контролировать, а нормативы, я думаю, все-таки правительство разработает. А это время, если мы говорим про РЧС. Это время, а вот времени у крымчан на самом деле совсем не так уж и много в решении этого вопроса. Как говорит народная мудрость, оставьте мутную воду в покое, и со временем она станет чистой и прозрачной. Ну, правда, для этого все-таки необходима сама вода. С вами был Авдеев. Встретимся в среду. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова